Итак, приветствую всех посетителей моего канала. В этом видео я покажу новый кроссовер от Чанган, модель КС-75+. В названии приставка «Плюс» имеет достаточно большие отличия от модели КС-75. Новинка получила еще более злой передний бампер, новые фары, решетку радиатора большого размера, а также интересные светодиодные задние фонари. В салоне нового китайского автомобиля установлена цифровая приборная панель, совмещенная с мультимедийной системой. Это решение, возможно, было принято по мотивам недавно представленного немецкого автомобиля Mercedes-Benz GLE Coupé. Также в наличии появится модификация в спортивном стиле КС-75+. Внешне в спортивной версии будут добавлены красные элементы экстерьера и интерьера. Новинка также имеет задний диффузор и 20-дюймовые колесные диски. Размеры автомобиля. Длина 4 метра 70 сантиметров. Ширина 1 метр 86 сантиметров. Высота автомобиля 1 метр 70 сантиметров. Расстояние между осями составляет 271 сантиметр в длину. Получается, что по размерам китайская новинка равна корейскому кроссоверу Hyundai Santa Fe. Двигателей будет доступно два варианта. Первый это современный с турбонадувом объемом всего 1,5 литра, из которого выжали 178 лошадиных сил. И второй на 2 литра на 233 лошадиных силы. В автомобиле устанавливается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Клиент также может выбрать передний или полный привод. Но приедет ли к нам полный привод пока точно неизвестно. Новый кросс оснащен множеством полезных функций, таких как круиз-контроль с системой удержания на трассе и предотвращение столкновений. Что касается подушек безопасности, то может быть до 6 штук в салоне, в зависимости от комплектации, круговой обзор и многое другое. Ведь реально, все эти плюшки, которые дают китайские автомобили, очень сложно перечислить. В общем-то, как и крутые автомобили бизнес-класса, в них есть все. Проще иногда сказать, чего в них не хватает. Что вы думаете о новинке Ченган КС-75+, не оставайтесь в стороне. Напишите свое мнение в комментариях.